Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы продолжаем серию наших видеороликов-рекомендаций по работе с профориентационной методикой Магеллана Университета. Сегодня мы поговорим с вами о нашем завершающем шестом графике. Это способность к решению сложных задач. Задач скорее житейских, а не математических. Это тот тест, тот график, который нас в лучшую сторону отличает от других профметодик, потому что ни в одной профориентационной методике, которая на сегодняшний день представлена в Украине, подобной оценки нет. Итак, зачем нам, во-первых, нужно оценивать это и как мы с этим работаем? Для того, чтобы понимать, что наш подросток способен себя обеспечить, чтобы понимать, что наш подросток достаточно самостоятельная, взрослая, зрелая личность, которую можно отпустить в другой город, если мы рассматриваем обучение за границей, то в другую страну, насколько он там справится со своим жизнеобеспечением, очень важно понимать, насколько у него хорошо развиты эти способности. Вот этот тест даёт нам такую возможность. Итак, как мы читаем этот график? Как и предыдущий, то, что мы говорили про учебную мотивацию, здесь нас интересуют как раз утопленные опять-таки значения. Если показатели по шкалам попадают в среднюю зону и выше, у нас достаточно зрелый, самостоятельный, молодой человек, который при необходимости сможет отстоять своё мнение, договориться и обеспечить свой быт. Если же у нас идут утопленные показатели по каким-то шкалам, то каждую шкалу, то, что у нас ушло ниже 40, мы обсуждаем, мы комментируем, и мы обращаем на это внимание подростка и его родителей. Какие у нас могут быть, скажем так, комментарии по этим шкалам? Самоопределение. Насколько перед нами человек, который вообще понимает, кто я, что я, чего хочу в этой жизни добиться. Если у нас низкий показатель, то мы можем предположить о том, что либо у ребёнка на самом деле в семье не настолько сильное право голоса, что за него решают больше родители, вплоть до того, что какую одежду он оденет в школу или там на встречу с друзьями. Они могут спрашивать его, они могут слышать его, но они не берут во внимание его мнение. Бывает так, что какие ты хочешь обои у себя в комнате, такие-такие, а по итогу клеятся совершенно другие. В данном случае мы можем рекомендовать родителям попробовать дать больше свободы своему ребёнку в выборе. В выборе, начиная с простых вещей. Одежды, чтение книг, просмотра фильмов. Да, конечно, нельзя давать полную свободу, иначе бывает так, что они могут совершенно отклониться в другую сторону. Но, тем не менее, такую свободу в определённой степени необходимо давать. И об этом нужно обратить внимание и родителей, и подростка на консультации. Способность предвидеть последствия. Это насколько, собственно говоря, наш подросток видит дальше собственного носа. К чему могут привести те или иные его действия, слова, поступки, каким следствием. Это могут быть как со знаком плюс, так и со знаком минус. Но понимает ли наш вообще подросток, как просчитывать, как просматривать алгоритм, который, скажем так, будет следовать за тем или иным его действием. Если показатель достаточно низкий, то, скорее всего, наш ребёнок действует эмоционально, ситуативно, абсолютно не продумывая то, к чему это может привести. Опять-таки, очень важно обращать на это внимание. И если показатель низкий, рассказывать о том, как простраивается этот алгоритм, с чего мы начинаем и как мы работаем. Если вы помните, мы об этом более подробно говорим на наших семинарах. Если у кого-то из вас будут возникать вопросы уже в личном общении, мы можем с вами их обсудить. Способность принимать критику и замечания. Где-то в чём-то это коррелирует со шкалой с предыдущего нашего графика умения справиться со стрессом в состоянии экзамена. И в данном случае, если у нас низкие показатели, то мы говорим о том, что есть два вида критики. Критика личности и критика деятельности. Критика деятельности это конструктивная критика, которая помогает нам справиться с какими-то неправильными нашими действиями, с нашими ошибками, поработать над ними и в дальнейшем их не повторять. Если у нас идёт критика личности из серии «Петя, ты дурак», то это скорее оскорбление, никому не позволено, и мы должны во время нашей консультации попытаться ребёнку это донести, объяснить, чтобы он научился различать эти два вида критики и, соответственно, либо уметь постоять за себя, отстоять свою личность, либо попытаться услышать то, что ему говорят касательно критики его деятельности, и поработать над ошибками. Бывает так, что низкий показатель по этой шкале может свидетельствовать о том, что ребёнка закритиковали уже настолько, что даже когда критикуется его деятельность, он не слышит. У него уже такое, как забрало, опускается, и он слышит исключительно критику личности. Здесь тоже может идти запрос на терапию, но, как всегда, подобные запросы, подобные рекомендации, они могут звучать только в рекомендательной форме. Ни в коем случае мы не говорим, что вам необходимо обратиться к специалисту, вам необходимо поработать с этой проблемой. Мы говорим о том, что когда это начнёт тебе очень мешать в твоей жизни, в твоей работе, в будущем, ты должен знать и понимать, что есть люди, которые могут тебе помочь в решении этого вопроса. Как только наступит такой момент, ты всегда можешь к ним обратиться, можешь их найти. Отношение к проблемам. Отношение к проблемам, то есть проблема — это ужас ужасный, всё, я в домике, не хочу ничего решать. Либо проблема — это некий вопрос, с которым нужно разобраться и который нужно решить. Если у нас низкий показатель, значит, у ребёнка с этим сложности. Значит, вполне возможно, что либо родители его очень красиво оберегали, ограждая от разных вопросов, которые необходимо было решать, брали это всё на себя. Ты учись, твоя задача — учиться, получать знания, а все вопросы, которые вокруг тебя, мы решим сами. С одной стороны, молодцы родители давали возможность ребёнку учиться развиваться, с другой стороны, они не дали ему возможность развить навык, справляться с вопросами и проблемами, которые возникали, возникают и будут возникать в жизни любого человека. В данном случае мы можем рекомендовать, чтобы родители заняли больше такую наблюдательную позицию и, конечно же, при необходимости вмешивались в решение вопросов, но в большей степени давали ребёнку самостоятельно попробовать решать их на том уровне, на котором он способен на сегодняшний день. И последний наш пункт — это способность взаимодействовать с другими людьми. Насколько наш подросток умеет выстраивать отношения, умеет общаться, умеет обращаться за помощью, сам оказывать помощь, при этом насколько он готов услышать «нет» в ответ, если кто-то не может ему помочь в той или иной ситуации. Если у нас невысокий показатель по этой шкале, то достаточно будет сложно ребёнку не только в ВУЗе, но и в дальнейшей жизни, потому что у каждого из нас есть сильные стороны, есть узкие места. Мы не можем делать всё и справляться совсем единолично. Что-то у нас получается хорошо, и мы это делаем сами. То, с чем мы не готовы и не можем справиться, мы обращаемся за помощью к своим коллегам, знакомым, родственникам. Если у ребёнка этот навык не развит, он будет находиться в постоянной тревоге и стрессе. Это будет мешать ему не только учиться, но и жить, собственно говоря. Поэтому было бы очень хорошо, чтобы, скажем так, родители постарались пообщаться с ребёнком и объяснить ему, как это делается. Может быть, отправили на какие-то курсы, риторики, общения. На сегодняшний день подобных, скажем так, предложений на рынке достаточно. Вот, собственно говоря, так мы работаем с нашим последним графиком. Ещё раз обращаю ваше внимание, что здесь, в отличие от профессиональных интересов, культурных интересов, способностей, нас интересуют, наоборот, заниженные показатели, то, что уходит ниже отметки 40. И если у вас будут возникать какие-то вопросы, будут сложные графики или ещё что-то, обращайтесь. Я постараюсь со своей стороны оказать вам необходимую помощь. А вам желаю удачи в работе. Хорошего дня!